Ну что ж, Украина готовится к нападению северокорейских солдат. Это уже настолько не шутки, что уже сегодня Владимир Зеленский говорил с президентом Южной Кореи о том, как мы на это будем реагировать. Получит ли Украина артиллерийские снаряды от Южной Кореи, а я напомню, это флагман военного производства в мире. Кроме того, New York Times пишет, что могут пойти на штурм позиции ВСУ северокорейские войска уже в ближайшие дни. Также по данным Южной Корейской разведки, Северная Корея могла дать России оружие на, внимание, 5,5 миллиардов долларов, а это треть ВВП этой диктаторской страны. Как солдаты из КНДР и тесное сотрудничество Путина и Ким Чинына могут изменить ситуацию на фронте? И какой план у Украины есть, если все-таки нам придется отражать их атаки? Об этом сюжет, а после разбираемся в деталях. В ближайшие дни войска КНДР пойдут на наступление в Курской области. Это очень опасно, очень опасно. При том, что данные разведки говорили об этом больше месяца, западные лидеры только вчера признали, что войска КНДР находятся на территории России и будут участвовать в боях. Я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были переброшены в Курскую область. НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР представляет собой угрозу мировой безопасности. Оно подрывает мир на корейском полуострове и разжигает российскую войну против Украины. Даже сам военный преступник Путин, как ни в чем не бывало, сознался в том, что фактически третья страна вступила в войну. Снимки, они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают. Но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. И хотя после такого от НАТО и США ожидали радикальных решений, реакция была довольно сдержанной. Если солдаты из КНДР действительно будут вступать в бой на стороне России, это очень серьезная проблема. И поскольку это подчеркивает отчаяние России, это также подчеркивает, что мы продолжаем успешно поддерживать и вооружать Украину. Для Украины не будет никаких новых ограничений на использование американского оружия против северокорейских сил. Вот поэтому такие заявления и со стороны Пентагона, и со стороны Рюте весьма осторожны, потому что вся информация базируется не на данных разведслужб, соответственно, НАТО и Соединенных Штатов, а на данных разведслужб Южной Кореи. Кроме того, по словам экспертов, не все западные лидеры верят в то, что северокорейские военные действительно будут участвовать в боевых действиях. В чем тогда смысл передислокации военнослужащих КНДР через всю Российскую Федерацию непосредственно в зону боевых действий, если, а, они не имеют боевого опыта, они не имеют боевого слаживания и горизонтальных связей с военнослужащими российской армии, и, соответственно, испытывают трудности даже в моменте, скажем так, непосредственного общения, то есть коммуникации. Хотя побаиваются, что сотрудничество с Россией КНДР используют в личных целях, чтобы развязать собственную войну. Они получают отчеты и возможности открыто, прямо на фронте, есть их рабочая сила. Так что такая обратная связь из настоящего поля боя дает возможность Северной Корее модернизировать свое оружие, боеприпасы, амуницию и даже обучать их людей. И меня это очень беспокоит. Но тут следует и говорить о том, что подготовка в КНДР, военнослужащих КНДР, я занясь, на полигонах Российской Федерации может иметь с целью эскалацию напряжения не в Курской области, а непосредственно на Корейском полуострове. То есть это элемент военно-политического давления, в первую очередь на Сеул. Объясню почему. Сеул, а, стратегический партнер Соединенных Штатов, не блока НАТО. То есть это, по сути, отвлечение усилий Соединенных Штатов от ситуации в Украине. Б. Южная Корея является одним из ключевых игроков на мировом рынке вооружения. Занимает пятое место по экспорту вооружения. Как бы там ни было, эксперты уверены, что несколько тысяч военных из КНДР существенно ситуацию на фронте не изменят. На данный момент в Курской области сосредоточено более 50 тысяч спецназовцев Российской Федерации. То есть, как видим, 50 тысяч отборных российских военнослужащих не в состоянии решить проблемы вытеснения украинских военнослужащих с Курской области. А я замечу, украинские контингенты это порядка 15, максимум 20 тысяч по оценкам западных спецслужб. То есть, несмотря на численное преимущество в живой силе, тотальное превосходство в воздухе, это ВКС Российской Федерации в моменте нанесения ударов по позициям вооруженных сил Украины с использованием ФАП, плюс преимущество в средствах поражения Российской Федерации, как откровенно пробуксовывает. О том, когда войска КНДР вступят в боевые действия и на какие ответные меры могут решиться западные лидеры, поговорим в нашей студии. Олег Иванович Стариков появляется в нашей студии, военный эксперт. Олег Иванович, добрый вечер. Да, добрый. Ну вот вопрос, собственно, такой к вам. Уже со стольких сторон и разные данные разведок говорят, что вот-вот северокорейские войска готовы вступить в бой. Ваша оценка ситуации? Пойдут ли они на это? Насколько они готовы? И насколько это все опасно? Ну, стратегические результаты войны, Российско-Украинской войны будут решаться на Восточном и Южном фронте, а не на Курском направлении. Это тактическое направление. Оно играет больше роль политического и психологического, чем военного. Поэтому никакую роль в итогах войны оно не собирает. Первое. Второе. Даже если придет вот это по разным данным две бригады, а это примерно 8-10 тысяч человек, это дивизия. Она особо тоже никакое влияние не сыграет. Почему? Потому что само по себе, когда воюют две армии и полностью вы не понимая друг друга в передаче команд, то опыт показывает, опыт имеется в военной истории, показывает, что толку от них особо не будет. Даже я привожу пример, когда была высадка союзников в Нормандии в 1944 году, и когда британские войска и американские войска, так вот, два командующих, они на начальном этапе сказали, выделите нам плацдарм и мы будем полностью воевать, не передавая информации друг другу. Потом был назначен общекомандующий и стали подчиняться. А так, это большая проблема, и такого количества переводчиков, как у корейцев, так и у россиян, в принципе, нет. Поэтому само по себе армия – это жесткая вертикальная интегрированная структура, и если не будет создан какой-то там совместный штаб и тому подобное, а само по себе уровень подготовки российской армии и корейской армии, он совершенно разный. Хотя корейская армия строилась по нормам бывшей советской армии, когда еще был Ким Чен Ир, нет, отец Ким Чен Эн, отец нынешнего лидера, дедушка нынешнего лидера, то он, в принципе, строилась по лекалам бывшего Советского Союза, но имейте в виду, что солдат и солдат, сержант, командир, он определяется, его подготовка обстрелянного или нет. Обстрелянный – это именно участвовал ли он в реальных боевых действиях или нет. А реально военнослужащие корейской армии в боевых действиях не участвовали. Поэтому тут больше, я вижу, тут больше вопросы, связанные с политической составляющей, чем с военной. – Так а все-таки в чем же политическая тогда составляющая, если вы говорите, две бригады эти никакой задачи на фронте решить не могут? Зачем такая шумиха нужна и Ким Чен Ир, и Путину, если это существенно ничего не поменяет? Ведь последствия этого могут быть очень серьезные. – Ну да, не поменяют. Дело в том, что, как по данным, опять же, которые транслируют СМИ, эта информация – это якобы спецназ. Ну якобы спецназ. А что такое спецназ? Это спецназ – это глубинная разведка. Это не спецназ, вот они кирпичи там бьют, но это их задача выполнять глубинную разведку. Есть еще ОСНАС – это вообще радисты, которые сидят, считают, сколько эшелонов прошло, сколько танков прошло и тому подобное. Поэтому само по себе в боевых действиях участвуют пехота, то есть представители сухопутных войск. Вот Дима Снегирев, когда в подводке был, он сказал, что на стороне Российской Федерации принимает участие 810-я бригада морской пехоты и 150-я бригада морской пехоты. Это Черноморского флота, это Тихоокеанского флота, а также дивизия ВДВ. Что это такое? Это именно летающие, это пехотинцы, их задача – работать и выполнять свои функции по занятию в плацдармах. Вот они в первой фазе заняли определенные плацдармы, со стороны Коренева, с другой – русская конопелька, черкасская конопелька. А сейчас была вторая фаза, укрепились, и вот сейчас готовятся к проведению третьей фазы, которая, по всей видимости, задача такая будет по выдавливанию наших вооруженных сил. А что значит выдавливание? Выдавливание – это будут срезать северный выступ, тому по себе. А нашим, чтобы не попасть в окружение, в принципе, придется отойти на государство, на границе. Но суть в другом. Суть в том, что до тех пор, пока нога солдата сухопутных войск не вступит на территорию, то она не будет освобождена. Поэтому никакой спецназ, ОСНАЗ, силы спецопераций и тому подобное в войне, значения – это родовольств, которые придаются к видам вооруженных сил. А виды вооруженных сил – это сухопутные войска. Вот у нас в Курской наступательной операции принимали участие две дивизии ВДВ, то есть 80-я, 81-я или 82-я, две дивизии ВДВ. Для чего? Для того, чтобы занять соответствующий плацдарм. А потом уже зашли подразделения сухопутных войск, которые окопались и которые начали выполнять задачи по созданию мобильной обороны. Ну, оппозиционную оборону создать невозможно, у всех количеств войск не хватит. А вот в создании мобильной обороны принимает участие именно подразделения сухопутных войск, в том числе и территориальные обороны, которые приданы к сухопутным войскам. А десантник выполняет задачу совершенно другую, связанную в соответствии с своим функционалом. Олег Иванович, ну, важный вопрос для всех нас, это заявление из Вашингтона, мы знаем, что Вашингтон является флагманом принятия всех решений по поддержке Украины. Говорит, что если такие северокорейская пехота начнет воевать, то НАТО придется пересмотреть свои условия, в том числе и снятие, возможно, ограничений на нанесение ударов вглубь территории России по военным объектам. Что вы думаете об этом? Пойдет ли на это Запад, если все-таки Ким Чен Ын или российское руководство, которое уже управляет этими северокорейскими военными, отправит их в бой? Пойдет ли Запад на снятие ограничений? Маловероятно. Маловероятно, первое. И сейчас я дополню Ваш второй вопрос. Дело в том, что вы меня спросили, какие политические задачи ставят Путин и Ким Чен Ын, а я больше на тактической составляющей, а не геополитической. Так вот, моя версия, что они поставили задачу, Путин давит на Вашингтон, показывая, что в российско-украинской войне он будет идти до конца. И если не будут приняты его условия, то в случае выдавливания нашей группировки с Курской области, они не остановятся на государственной границе, а войдут в Сумскую область. Это первое. Ну и есть еще второй этап. Второе именно политическое требование – это то, что в решении этой задачи будут задействованы войска третьей страны. А это приведет к расширению российско-украинской войны, и война сама по себе будет приобретать не двухсторонний характер, я имею в виду боевые действия, а уже многосторонний характер, ну трехсторонний характер. И тогда Запад вынужден будет, вот как заявление, как вы сказали, ну Вашингтона, будет принимать какие-то меры, вводить, он обязан будет вводить сухопутные войска на территории Украины, то есть расширяться будет конфликт. А теперь задаемся себе вопросом, какая основная цель у президента Байдена и была в течение уже трех лет. Они об этом заявляли, как и президент, администрация президента, как и гостеп, они заявляли. Самая главная задача не дать расшириться конфликту и выйти его за пределы классической территории Украины. Поэтому если конфликт будет выходить за классическую территорию и конкретно, почему я не называю сейчас Курскую область классическую территорию Российской Федерации, потому что Российская Федерация признала это не боевыми действиями, не вела там военное положение, а проводит там контртеррористическую операцию. Это принципиально важно в международном плане. То есть она не признала, что они у нее напали. Так вот, а когда война уже будет именно на территории Украины с участием третьей страны, тогда Западу придется вводить, а это уже признаки третьей мировой войны. Пойдет ли Запад на эскалационную составляющую и перерастание континентальной российско-украинской войны в международную третью мировую войну? Вот я, по моей версии, это одна из целей, которые ставит перед собой Путин. Чем Путину придется расплатиться с КНДР, если все-таки военные действия начнутся? И, знаете, не хочется ставить вопрос так, но все же надо смотреть вперед. Если все-таки эта компания военная при сотрудничестве КНДР России, их такая коллаборация осезла, даст свой результат, придется ли Путину платить Ким Чен Ыну возможным вторжением в Южную Корею? Вообще, как вы думаете, что он ему пообещал? Ну, я думаю, на начальном этапе, вот сейчас идет поставки в КНДР, все, что связано с углеводородами, продукцией, питанием, ну и там все, что связано с народным хозяйством. По вооружению, опять же, по вооружению, по всей видимости, я уже сказал, то, что Путин считает, что будет участвовать в КНДР, если будет Третья мировая война, но и он мог им предложить какие-то передачи каких-то чувствительных технологий именно вооружения. Потому что само по себе у КНДР есть ракеты, но они попадают, я понимаю, в современные ракеты, у них круговое вероятное отклонение 5-10 метров, а ракеты, что-то вылетело из головы, как же они называются у корейцев, ракеты эти. Ну, у них круговое вероятное отклонение очень большое. Само по себе их ракеты, как средней дальности, так и баллистические, они не точные, а если передать систему управления, которая есть у Российской Федерации, то данные ракеты будут действительно тогда уже представлять угрозу как для Южной Кореи, так и для баз Соединенных Штатов Америки. Но с учетом того, что уже корейцы сделали баллистическую ракету, то перелететь через Тихий океан уже то расстояние, оно уже состояние, а если точность еще добавят, то это будет представлять соответствующую угрозу. Поэтому вот здесь больше сейчас вопрос геополитики. Ни кто-то, я так понимаю, не обсуждает вопрос, сколько солдат будет участвовать, обсуждают именно геополитические вопросы. А с учетом четвертой статьи договора союзнических отношений, вот четвертая статья, это сам Путин об этом говорил, связанная, что если нападает на свою территорию, значит мы будем участвовать в боевых действиях. То и так же самое Кремлю показывает Южной Кореи, что в случае чего, если вы будете продавать вооружение, связанное с сухопутной номенклатурой, которая необходима вооруженным силам Украины, то мы тогда поступим, передадим соответствующие чувствительные технологии вашим заклятым врагам. Поэтому вот идет такая пинг-понг именно геополитический. Скажите, если все-таки, опять-таки мы гипотетически сегодня очень много говорим, но тем не менее надо все спрогнозировать. А начнут северокорейские войска в составе российских каких-то группировок или отдельных формирований атаку на наши оборонные позиции. Можем ли мы рассчитывать на введение международных каких-то контингентов на территорию Украины? И если да, то в каком объеме? Расскажите, что думаете. Нет, это маловероятно. Все, что касается классической территории Российской Федерации, маловероятно. А уже если перейдет на Сумскую область, на классическую территорию Украины, то вероятность есть. Не скажу, что она высокая, но она есть. Именно будет, НАТО соберется тогда именно на консультации, а потом, по всей видимости, НАТО не будет именно как политический, военный блок вводить, а отдельные страны НАТО могут свои подразделения ввести. Вероятность этого достаточно высокая. Олег Иванович, ну, например, если северокорейские войска воюют на территории Курской области, то на территорию, действительно, Украины могут ввести контингенты? Вы так думаете? Или только если северокорейцы перейдут украинскую границу? Еще раз повторяю. Все, что касается классической территории Российской Федерации, никаких блок НАТО и представители блоков НАТО будут выражать озабоченность. Все, что касается классической территории Украины, а конкретно Сумская область, Харьковская область, Черниговская область, если войска как Российской Федерации, так и КНДР перейдут вместе с ними, это уже будет рассматриваться НАТО как реальная угроза. Понятно. Хочу завершающий вопрос поставить. Вот Financial Times считает, что растущая агрессивность режима КИМа не очень нравится китайскому лидеру Си Цзинпину. В Пекине, якобы, по мнению Financial Times, опасаются, что военное сотрудничество Северной Кореи с Россией нарушит баланс в регионе. И это вынудит Китай защищать КНДР в случае военного конфликта. Ну, честно говоря, мнение так себе, потому что вроде без разрешения или такого молчаливого соглашения Си Цзинпина вряд ли бы северокорейские войска отправлялись на театры военных действий. А что вы думаете? Возможно, они настолько автономны уже? Нет, это дело в том, что без согласования с председателем Си это бы не решалось. То есть все это было согласовано, вот эти все действия, связанные с направлением. Почему? Потому что давайте вспомним Корейскую войну 1950 года. Если бы не реальное направление 150 тысяч китайских добровольцев в помощь Ким Чен, вот все забывай. Ким Ир Сену. А, Ким Ир Сену, да, Ким Ир Сену. Нет, то тогда бы Северной Кореи нет. Потому что после того, когда был занят столица КНДР, именно американскими войсками и южнокорейскими, то тогда вступили в бой уже китайцы, добровольцы, которые полностью переломали всю войну. Поэтому дружба, именно дружба, именно взаимопомощь КНР к Северной Корее, они планируют свои действия не на год, на два, а на десятилетия и столетия. Поэтому там Китай имеет очень серьезное влияние, и он реально понимает, что Российская Федерация передает именно вот эти технологии. Эти технологии не являются против Китая, а эта технология является против Штатов. А для Китая что сейчас самое важное? Тайвань, правильно? Потому что сейчас решается вопрос, все, что связано с объединением Китая. Ну, Китая. Поэтому само по себе, если американцы будут задействованы, согласно военной доктрине, американцы могут вести одну большую войну, одну маленькую войну, то есть одну региональную. А американцы сейчас задействованы в двух региональных войнах, на Ближнем Востоке и в Украине, именно оказывая финансовую помощь и поставляя соответствующее вооружение. Третью войну большую, у них просто нет ресурсов. Это я говорю по боевым уставам, по стратегии безопасности, которая есть в Соединенных Штатах Америки. Поэтому Вашингтон не будет действовать так, чтобы еще втянуться в третью войну, а против Тайваня, то есть если Китай будет, соответственно, направить войска на Тайвань, Штаты включатся полностью. Там флот уже, там уже, я так понимаю, флот подойдет, и уже реально война будет на очень высоком уровне. Поэтому, а еще выборы. Тут представляете, что такое? Я так думаю, до вступления в должность нового президента, но в избранного президента, Соединенных Штатах Америки будут вести себя более аккуратно и не показывать, то есть аккуратно и стараться, не втягиваться ни в какие военные конфликты. Они, видите, они с Украины пытаются уйти и передать нас, извините за цинизм, Европе, а конкретно ФРК. Да, очень хочется, чтобы все-таки мы были с успешным хэппи-эндом среди этих трех конфликтов, потому что, ну, от этого зависит, конечно, все, и страшно себе представить, а что, если нет. Спасибо большое. Олег Иванович Стариков был в эфире «Украина сегодня», военный эксперт. Хорошего вам вечера, друзья, и не забывайте ставить лайк этому видео, чтобы больше людей узнало правду. До свидания. Судебно. Судебно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова